Огромный столб дыма со стороны северного микрорайона горожане заметили днём 31 августа, о чём и сообщили в дежурную часть МЧС. На место тут же выехало 4 пожарных расчёта. На открытой территории горела трава и мусор. Ситуация осложнялась тем, что огонь подбирался к многоэтажным домам, а также к участку газопровода и помещению, где расположены инженерные коммуникации. Страшно подумать, что было, если бы огнеборцам не удалось остановить огненную стихию. Чем чревато данное возгорание? Прежде всего, по сухой траве происходит распространение пожара на большую площадь. От таких пожаров происходит возгорание не только на дворных хозяйственных построях, но и страдают тоже самое и жилые дома, и больше всего страдают заборы. Жители города неоднократно предупреждали о том, что подобные шутки с огнём могут закончиться плачевно. Длительная засуха, долгий летний зной способствуют молниеносному возгоранию. К сожалению, люди привыкли к подобным способам бороться с пожухлой травой. Но бывают случаи, когда пламя подбирается близко к хозяйственным постройкам и частным домам. Если возле своего домовладения или на своей территории предприятия собственник не организовал уборку от сухой травы, за данное нарушение предусмотрено что-то. Тем более, сейчас на территории города введён постановление главы особую противопожарную держу. То есть, размер страха увеличен в два раза. На юридических лиц двух пятиста преступлений. Неосторожное обращение с огнём, баловство и намеренный поджог могут закончиться довольно печально. Необходимо помнить об этом, а также о той ответственности, которая грозит за подобные нарушения. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.